МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. В Севастополе растет востребованность среднего специального образования, а также направление прикладной направленности. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе форума социально-трудовые аспекты устойчивого развития в современных условиях, организованном Российским Союзом промышленников и предпринимателей. При этом городоначальник подчеркнул, что программы обучения должны соответствовать тому, с чем будущий специалист столкнется на практике. В рамках баллонской системы, где-то мы, наверное, слишком много сделали направлений подготовки, часто тоже мало сочленяемых с интересами именно работодателей. И это некие есть там абстрактные направления, которые, конечно, позволяют потом человеку, так сказать, определяться с дальнейшей своей карьерной траекторией. Но с учетом текущего момента, когда все-таки у страны стоят прикладные задачи, и прежде всего обеспечить национальную экономику кадрами, вот в рамках возвращения специалитета, о котором сказал президент в послании, здесь, мне кажется, тоже могут быть корректировки, хотя бы в части, естественно, контрольных цифр приема, оплачиваемых бюджетом. Методами и приемами работы с родителями обменялись советники директоров Севастопольских школ по воспитанию. Организаторы выделили для молодых специалистов восемь направлений взаимодействия с мамами и папами учеников. Занятие прошло 1 марта на базе школы номер 49. Семинар-практику метода и приемы работы с родительской общественностью прошел в рамках школы педагогического мастерства. Советники по воспитанию делятся способами взаимодействия с родителями учеников. Например, советник директора по воспитанию школы номер 38 рассказал о проведении совместного занятия ребят с мамами, которые рассказали о своих профессиях. Также педагог поделилась советом, как родителям найти общий язык со своими подрастающими детьми. «Самое главное – это родителям быть вместе с детьми, не закрываться от них. А то у нас как принято. Вечером пришел, сел в телефон, ребенок в телефоне, мама в телефоне. Буквально вот я на днях проводила разговоры о важном со своими ребятами. Первый вопрос – у вас есть традиции дома? Такие, какие традиции? Ну, например, вечером собираетесь все ужинать. А что, так можно? Вот, пожалуйста, нужно начать просто-напросто из дома, например, спрашивать, как у ребенка прошел день обязательно, и, конечно, включаться в школу, помогать». Профориентация – это одно из восьми направлений работы с родителями учеников, которые выделили опытные советники по воспитанию. Также педагоги изучают другие темы – образование, досуг, спорт, волонтерство, экскурсионную деятельность, диагностику и трудовой десант. Опытные советники на восьми площадках делятся своим опытом работы по конкретному направлению. И вместе с молодыми специалистами разрабатывают модель взаимодействия с родителями. После этого команда переходит на другое направление. Таким образом, каждый советник по воспитанию по результатам занятия собирает восемь эффективных форм работы с родителями и применяет их в своей школе. «Привечь внимание ребенка, заинтересовать той или иной деятельности, помочь ему в поисках траектории его развития». И данная тема в рамках нашей школы передового опыта, школы педмастерства, посвящена работе с родителями. Потому что всегда здорово, когда приходишь в школу, сразу видно командная работа – это педагог, родитель и ребенок. И сегодня мы попытаемся поделиться теми формами работы, которые очень эффективно работают для того, чтобы собрать эту команду в школе. Познать науку с самого детства стремятся участники регионального конкурса научно-исследовательских работ. В этом году количество любознательных ребят превысило 270 человек. Среди них не только севастопольцы, но и представители Симферополя, Евпатории, Алушта и других городов Крыма. Участники конкурса провели исследования в разных сферах – от гуманитарных дисциплин до программирования и робототехники. С 1 по 4 марта они представляют свои труды в стенах Малой Академии Наук Севастополя. В первый день конкурса ребята представили работы, связанные с гуманитарными дисциплинами. Они исследовали юридическую, лингвистическую, правовую, историческую и другие сферы человеческой деятельности. Оценивало участников непредвзятые жюри, в которые вошли профильные специалисты. Всего в этом году на конкурс подано более 270 работ и к оценке привлечено более 100 членов жюри. Жюри мы приглашаем как из города Севастополя, это СевГУ, Инбюм, Гидрофиз, предприятия города. Также мы приглашаем и сторонних экспертов, это СПБГУ, это Курский государственный университет, это предприятия оборонного комплекса. Когда пишет работу ребенок, естественно, это уже проживание многих юридических аспектов. Замечательная работа труд несовершеннолетних. Сейчас это очень актуальная тема. Мы знаем, что в Севастополе работают губернаторские трудовые отряды. И вот как раз детей интересует тема юридическая сторона, зарабатывание денег, какие аспекты в правовом поле, какие нормы необходимо выполнить. Но самое главное, что дети выходят с предложением. Ребята основательно и скрупулезно подходят к исследованию выборной темы. Как правило, им помогают научные руководители. Так Артем Лапицкий изучал международное право по защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов. На составление своей работы он потратил больше года. Изучал исторические данные, анализировал документы и договоры между странами, проводил анкетирование. Это, наверное, уже доказано, что закон имеет силу тогда, когда он подкреплен, к сожалению, силой. То есть аппарат государственного насилия поддерживает соблюдение законов. Если нет того, кто принуждает, законы не действуют. Также между тем, право получается, что у нас есть, условно говоря, конвенция, у нас есть декларация, у нас есть документы, пакты. Но так как нет какой-то третьей силы, которая следит за наблюдением, есть только стороны, которые чаще всего не заинтересованы в исполнении этих договоренностей, ну, некому принуждать. Основная часть участников конкурса – ученики с 8 по 11 классы. Но организаторы отмечают, что в этом году секция «Юные исследователи», куда входят школьники с 1 по 4 классы, пополнил с большим количеством новых любознательных ребят. Они выбирают темы, с которыми сталкиваются в учебе или в жизни и приходят к интересным выводам. Моя гипотеза заключается в том, что переписка с иностранцами влияет на изучение английского языка, подтвердилась. Я должна всегда, мы должны всегда вспоминать, изучим на занятиях правила и слова, потому что без этих знаний мы не сможем написать никакого письма на английском языке. Международная переписка способствует познанию культуры своей страны, ведь чтобы написать письмо иностранцу, нужно самому много знать своей родине. Конкурс научно-исследовательских работ в Севастополе проводят уже более трех десятилетий. Сейчас организаторы ставят перед собой задачу расширить географию участников. Уже несколько лет помимо севастопольцев в этом конкурсе принимают и участники из Крыма, это Симферополь, Алушта, Евпатория, Ялта. Но и уже первые ласточки есть и, скажем так, с материковой части Российской Федерации ребята готовы поучаствовать. Ждем также представителей из ЛНР. Конкурс научно-исследовательских работ в Малой Академии наук продлится с 1 по 4 марта. Работы участников разделены на четыре больших блока, каждый из которых жюри рассматривает в отдельный день. Проекты на самые актуальные для современной науки темы программирование и робототехника оценят в субботу, в заключительный день конкурса. Антон Шлячков, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Жители с северной стороны Севастополя жалуются на бездомных собак. Четвероногие друзья человека и раньше были привычными обитателями улиц нашего города. Но в последнее время их численность сильно увеличилась. Теперь на радиогорке собаки собираются в стаи, вызывая неоднозначную реакцию у местных жителей. Кто-то подкармливает несчастных четвероногих, а кто-то побаивается и старается держаться от них подальше. Бездомные животные давно стали обыденностью на улицах Севастополя. Неравнодушные горожане подкармливают брошенных кошек и собак, иногда обустраивают им место во дворах. В свою очередь четвероногие друзья не остаются в долгу и дарят людям, в особенности одиноким пенсионерам, свою любовь и ласку. На радиогорке практически у каждого магазинчика дежурит свой белый бим-черное ухо. Однако ситуация резко меняется, когда собаки собираются в стаю и начинают жить по своим законам. Собаки были всегда, но не в таком количестве. И они непредсказуемые, потому что то они лежат, то они сорвались, побежали, что у них в голове, конечно, страшно, непонятно. У большинства собак в ушах есть пластиковые клипсы. Это своего рода паспорт с пропиской. Наличие клипсы означает, что пёс стерилизован, привит и находится под защитой государства. Уже несколько лет в нашей стране запрещено жестокое обращение с животными. За это грозит уголовная ответственность. Однако в стае есть и собаки без клипсы, то есть не стерилизованные и не привитые. Часто именно такие животные становятся проблемой, особенно в свой брачный период. У меня у самой есть собака, и выгул моей собаки стал огромной проблемой в связи с тем, что популяция бездомных собак никем не контролируется. Обязанностей хозяев, у которых есть собак, намного больше, чем прав. Сейчас проблема бездомных животных в нашем городе наколена до предела. Государственная программа по ОСВВ, отловы, стерилизации, вакцинированию и возврату в естественную среду обитания несколько лет не работала. Популяция бездомных собак увеличилась в разы, а обещанный зоозащитником государственный приют так и остался лишь громким обещанием. Что нам говорят чиновники? Приюта нет, мы ничего сделать не можем, средства, которые выделялись, тоже непонятно куда делись. То есть, можно сказать, государство оставило людей один на один с этой проблемой. То есть, мы и сделать ничего не можем и страдаем. Ну, как-то неправильно. В проблеме бездомных животных виноваты все. И государство, которое в лице городских чиновников откровенно отмахивается от проблемы, и люди, бессовестно выбрасывающие питомцев на улицу. Ну, что мы будем говорить о бездомных, если мы их сами выбрасываем? И кошек, и собак. Все. Никакая ведь служба нам не поможет и не отловит их всех, и не стерилизует. Приедут, отдохнут, наберут внукам этих кошечек, собачек, а потом их выбросят. Вот и весь. Все. Редакция телеканала НТС направит информационный запрос в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой ответить, какие действия намерены предпринять чиновники, чтобы отрегулировать численность бездомных животных в нашем городе. Светлана Сличная, Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро. В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике Херсонес-Таврический 3 марта откроют выставку «Волонтер вечности. Наследие Аруна Яковлевича Гидалевича». В ее экспозиции представлены уникальные предметы из собрания коллекционера, жившего в Севастополе в начале 20 века. Имя этого человека, прижизненное фото которого сохранилось в единственном числе, сегодня известно лишь узкому кругу специалистов-историков. Между тем, Арун Гидалевич более ста лет назад был одним из самых известных в городе предпринимателей и общественных деятелей. Всю жизнь, трагически оборвавшуюся во время февральских событий 1918 года, серьезно увлекался историей, входил в состав таврической ученой архивной комиссии и занимался финансированием раскопок в Крыму. «Он был коллекционером, и даже в «Крымском вестнике» в «Севастопольской газете» освещалось, что он местный коллекционер древностей. Но он занимался также и древоводством, растениеводством, он был садоводом-любителем, также активным членом яхт луга «Севастопольского» был. То есть очень разносторонний человек». Коллекция Аруна Яковлевича Гидалевича была обширна и включала несколько тысяч уникальных предметов, нумизматический кабинет, большое собрание античной керамики. Революционные события способствовали тому, что часть собранных севастопольцем ценностей бесследно исчезла, другую экспроприировали и передали фонды Государственного Херсонесского музея. «Так случилось, что в фондах Государственного музея заповедника Херсонес-Таврический отложилась часть именно его археологической коллекции. Это предметы из раскопок в различных центрах Северного при Черноморье, которые попадали к нему различными путями. Он не скрывал, что скупал эти древности». Выставка «Волонтер вечности. Наследие Аруна Яковлевича Гидалевича» посвящена 155-летию со дня рождения городского мецената и коллекционера. Посетители смогут увидеть более ста сохранившихся предметов. Экспозицию дополнят подлинными находками во время раскопок на Мангупе в 1912-1914 годах. «Коллекция Гидалевича никогда не была предметом отдельной специальной выставки. То есть здесь посетители имеют возможность впервые в достаточно полном объеме увидеть все те предметы, которые непосредственно относятся к его коллекции, без отрыва друг от друга. Безусловно, раньше эти предметы выставлялись, экспонировались по отдельности, но вот комплексная коллекция представлена впервые». Новая выставка будет открыта для посещения в Малом зале античной экспозиции Музея заповедника Херсаны Ставрической с 3 марта по 30 апреля. Стоимость билета для взрослых 100 рублей, для учащихся студентов старше 16 лет и пенсионеров 50 рублей. Максим Давыдов, Юрий Реутин, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 590060, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин